Что Советский Союз вообще, он не распался, а только лишь полураспался? Ну я, у меня мнение такое, ну да, полураспался, тот как тогда писали еще в те времена Ельцина, парад амбиций, но, но, Советский Союз распался, амбиции держат людей не вернуть, не вернуть в Союз нормальный, мирный, более-менее формально, даже демократическим путем, Примбалтику, не вернуть, наверное, Туркменистан, не вернуть Кавказ, не вернуть, во всяком случае, Азербайджан и Грузия, это, как говорится, стопроцентно, не вернуть. Поэтому Советский Союз распался, но империя в состоянии, как говорится, полураспада, потому что, на мой взгляд, начав войну в Чечне, Россия вступила на путь, Россия самораспада. Вот, потому что это термоядерная реакция, я в физике не силен, но Россия, как империя, она долго не просуществует. Ну, а на ваш взгляд, какие перспективы у России? Есть ли возможность того, что она распадется? Да, да. Ну, во-первых, все-таки на империи, времена империи кончаются, и то, что Россия, страна с очень большим мусульманским населением, в самом центре, в самом центре, это говорит о многом, и, например, настроение в Татарстане, насколько я знаю, даже и при Ельцине были, там Шаймиев как бы успокоил, получив от Ельцина карт-бланш на царство в Казани, вот, то это одна сторона вопроса, что не этнически, не конфессионально Россия неоднородна. А еще есть большая проблема. Все за Уралье, Сибирь и Дальний Восток. Есть такое понятие диффузия границ. Не было еще такого, с одной стороны, полтора миллиарда населения, у которого ограничена возможность расселения по, скажем так, по регионам, в которых есть возможности нормального человеческого существования, не в пустынях, в безводных степях, в горах, в лесах, а вот нормальные. Ну, диффузия, кстати, Сибирь на китайских картах, она отмечена как владение Поднебесной, не на всех, но на некоторых. Там они скрывают своих амбиций, поэтому тенденция-то идет. На Дальнем Востоке много китайцев. Сейчас полтора Крыма по территории Путина отдал в Сибири, Китай, ну, как бы в аренду, да, на сок подряд и так далее, чтобы они там развивали производство и все. Там же нет диффузии границ, с одной стороны нет населения, с одной стороны миллиарды. И это может случиться без войны. Это даже не будет как в Косово. Вы знаете, я недавно читал оригинальную мысль, что Китай завоевает Россию через постель. То есть там же много рабочих из Китая, а вот сейчас куча будет вот этой, в связи с этой арендой. Русские женщины, в принципе, тут китайцев, уже есть такие случаи. Китайцы мало курят, китайцы мало пьющие, китайцы работящие. Китайцы меньше ходят налево. Поэтому через сколько-то лет Россия будет. Вот такой вот. Ну, это так, в порядке разрядки, но это проблема. Безлюдная Сибирь и Дальний Восток – это проблема. Такая путинская Россия, послепутинская Россия с властью путинистов, эти проблемы не решит. Мне кажется ли вам, что Путин и его вот это вот ХУН, там ОПГ, как я называю? Как это? Ну, ОПГ, организованная группировка, и многие эксперты тоже называют его откровенным преступником. Вот, я тут тоже придерживаюсь без взглядов. Они сейчас, наоборот, делают все, чтобы Россия распалась. Вот, именно вот по их действиям. Вот, не кажется ли вам, что Путин, и еще раз повторюсь, что Путин его погодил все, чтобы Россия распалась? Опять же, несознательно, вот, как я говорю, главный враг России – это Путин. Но он опирается на другого врага России, это сами россияне, которые столько лет терпят Путина. Нет, конечно, он там мечтает въехать в историю на Белом Кане, он собиратель земель, Новороссия, Пирамидон, Норсульфазол, и еще что-нибудь такое. Вот, аспирин, мельдоний, аспирин, мельдоний, моча в пробирках и все такое прочее. Он верит и хочет. И он, я думал, ну, вы знаете, это, по сути дела, диалектическое непровержимое положение, всякая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Я такие вот для себя делаю, вот, когда что-то выводы, и думаю, и пытаюсь что-то прогнозировать. Ведь Гитлер до Второй мировой войны был при абсолютной власти 5 лет, при абсолютной, при такой власти 6, при абсолютной 5. Сталин, перед началом Второй мировой войны, был при абсолютной власти 10 лет, не на должности генсека, подчеркиваю, а при абсолютной, когда он мог нарушать уже и наличное правило, и нарушение постановления ЦК, никто ему не способен был сделать замечание. 10 лет. Сколько у вас Путину власти? Ну, первый срок мы ему простим, когда он победил, ну, 4-й год, да? 12. 12 лет у власти. Он абсолютно развращен в власти. Абсолютно. И он, конечно, ведет себя как император, но он враг России. Он, по сути дела, это политика Путина и ОПГ имени Путина, или под руководством Путина, ведет Россию к распаду. Ну, на ваш взгляд, сколько осталось России? Вот какой вопрос. Я не пророк и не оракул. Россия может протянуть много при таком населении. Россия, российский народ, в смысле, терпеливый. Не, ну что ж, при Путина он жил лучше всего, наверное, вот этот период дорогих цен на углеводы, углеводороды. И, ну что, он перетерпит. Он же и при Непе бывало. Началась очень хорошая жизнь по сравнению с разрухой. И потом пришлось затянуть пояса. И затянуть пояса после войны. Голод 46-го, 47-го. Это который уже я помню. Ну, и конец правления Хрущева, затягивания поясов, привычный. И, как бы сказать, неразборчивый там. Он без претензий. И он перетерпит. Но ему нужны великие дела. Как в старину говорили, ладно, мы бедно живем. Но правители требовали. Великих делов не видно. А что такое великие деловы России? Завоевание. Только завоевание. Это менталитет. Да, мы бедные, не нищие, зато нас все боятся. Зато, о! От Белостока до Владивостока. У кого такой территории? Никого. Даже в лучший пик Британской империи. Сухопутных таких территорий у меня не было. Россия чемпион по монолитному, такому сухопутному пространству. Это большая питательная среда для шовинизма и для терпения. Да вот, пример. А вот эти, давка тысяч тонн продуктов. Ну, это совсем барбарство. Что мы сами проживем, а вот эти не нужны нам заморские. А так откровенно, откровенно. Думаю, что умершие блокадники Ленинграда, они в гробах переворачиваются. Так, а зачем умершие, когда в России, даже в лучшие времена? Ведь очень людей, много людей, прежде всего пенсионеров. Проголодь. Так и действительно проголодь живут. Ну, впроголодь, но очень скубно живут. Очень. И когда такие люди видят, как вот эти бульдозеры, да, тонны качественных продуктов, это не должно вызвать энтузиазм, но вызывает, вызывает. Путин, вот принципиальный, мы без этого клятого Запада терпеливы. Так что я предсказывать конкретно, ответить на ваш вопрос не могу. Но, если бы я недаром вспомнил Маргарет Тэтчер, которая отвоевала, не дала завоевать Аргентине, Фонклевские острова, не было бы Крыма. А если был, то сразу бы Путин были настоящие санкции, отключили бы от свита, отключили бы, пошли бы, надавила, как она давила, на бизнесменов, да, потеряли бы миллионы, миллионы, миллиарды некоторые, пережили. Пережили бы это, какой-то период. Но Россию бы привели в божеский вытасмысль, поставили бы в рамки. Во всяком случае, агрессия прекратилась бы быстро, почти не начавшись. И кровь бы не пролилась. И Россию показали бы ее место. И я не верю, зная, так сказать, гедонизм Путина, его любовь к жизни, к роскоши, и к этому самому я не верю, что он может победить, ну как, условно победить, не проиграть, только применив ядерное оружие, то есть уничтожив землю, по сути дела. На это он не пойдет, он слишком любит жизнь. Вот он так дверью не хлопнет, почему? Он хочет войти в историю, как сильным лидером, не будем говорить на белом коне, белым пушистым, но сильным лидером. А после этого, может, истории не быть. Некому будет вспоминать, каким великий был Путин. У меня на это надежда. Поэтому, но при таком более взвешенном состоянии, да, так тогда Россию бы заставили, вынудили к демократическим изменениям, потому что, ну, 5, 10, 15 лет, но все-таки в 21 век люди привыкли, особенно в столицах, где делается история. Холодильник бы победил, телевизор бы. И тогда Болотная и Сахарова повторилась бы в таком размере, что мало не показалось бы.